Всем привет! Я долго придумывала хорошую шутку про то, что батя вышел из дома за хлебом и вернулся спустя пять лет, но я её не придумала, поэтому просто привет. Ничего не поменялось, коты всё так же бегают где-то на фоне, когда я начинаю снимать. В мае я дописала новую книгу. Это было сложно, это был очень новый для меня опыт, это был очень успешный опыт, но после него я долго не хотела снимать видео, потому что я настолько ушла в дауншифтинг и в себя, что, кажется, я разучилась как говорить, я разучилась краситься. Сегодня мне перед съёмкой видео пришлось вспоминать, с какой стороны держать кисточку для румян. Мне, в принципе, ничего не хотелось сделать, и, кажется, к концу лета я перестала напоминать человека, в принципе, но вот мы здесь. Я купила себе очень хороший телефон, который снимает, по-моему, так же хорошо, как мой любимый старый фотоаппарат. Я разобрала свою библиотеку почти полностью, мне осталось чуть-чуть, и про это есть целый цикл видосов на Бусти. Я оставлю ссылку где-нибудь в описании. У меня было спонтанное путешествие на машине к морю, у меня было несколько классных поездок в лес, одна из моих лучших подруг уехала в Израиль, и, в общем, это какая-то очень клёвая жизнь оффлайн, поэтому онлайн я в основном сидела и шутпостила в Телеграме. Ещё я очень много чего прочитала, и сегодня я хочу рассказать вам про три тайтла, которые были для меня... Нет, даже про четыре тайтла, которые были для меня выходом из моей читательской зоны комфорта. Это то, что я не особо люблю, это то, что я никогда не пробовала, но поскольку летом мне было нехер делать, ну, после того, как я сдала редактуру... Кот что-то уронил, ну ладно. Я решила, что если моя голова наконец-таки нормально работает, она нормально работает, я, кстати, прочитала имя Ветра, и на него будет отдельный обзор, то я могу попробовать что-то, что я обычно не читаю. И эксперимент оказался достаточно удачным, я вам сейчас расскажу про него немножко, и это довольно хайповые штуки. Это азиачно. Привет. Нет, небожителей пока не будет, они будут чуть позже, потому что я до них ещё не добралась. И давайте я начну со злодейского пути. Вот он такой красивый, он у меня есть даже в бумаге. Но эта книжка уйдёт моему товарищу почтению, потому что, несмотря на очень тёплые чувства, которые она у меня вызвала, это, к сожалению, не совсем моё. Почему я взялась читать? Я давно ходила вокруг этих ваших китайцев, понимая, что я и азиатские сеттинги — это что-то совершенно несовместимое, это то, с чего меня вообще не прёт, это то, чего я избегаю, это то, что не стыкуется с каким-то вот моим внутренним ощущением от мира. Но поскольку я очень любопытная, мне нужно было сунуть нос, поэтому у меня дома стоят три книжки, три произведения, скажем так. Так, у меня есть «Злодейский путь», у меня есть «Меч в ножнах из дикой сливы». Я надеюсь, что я сейчас не перепутала слова в названии, я могу это сделать легко. И у меня стоят два тома «Небожителей». «Небожижу» я взяла, потому что мне сторговали персонажей. «Меч» я взяла, потому что эта книга написана русскоязычными девчонками с какой-то суперкрутой проработкой китайского материала. Мне интересно, насколько это получится. Вот, и «Злодейский путь» я взяла, потому что мне очень понравилась Эл Маргот, как, скажем так, человек, которого я увидела однажды на встрече авторов мифа. Вот. И у человека было такое классное, не знаю, ощущение именно от него спокойствия и всего такого, что я решила просто попробовать и посмотреть, что это такое. Книжка, кстати, очень красиво сделана. Она в суперобложке, под суперобложкой красиво-лаконично. Короче, закос выдержан, иллюстрации есть. Давайте поговорим про то, что это такое. Да, для того, чтобы разобраться во всём этом, я привлекала консультантов. Звучит круто. На самом деле я просто периодически приходила в личку Ралдугина и говорила, смотри, у меня есть книжка, в которой происходит вот это, вот это и вот это. Скажи, пожалуйста, как эксперт, это баг или это фича? Ну и Соня мне периодически поясняла за то, что там происходит, то есть как бы я полезла в развлекательную литературу с набором тропов и клише, которые я, в принципе, особо не знаю, вот, и пробовала в этом разобраться. Короче, «Злодейский путь». Если честно, это книжка, которая напоминает всё то немногочисленное ЛитРПГ, которое я читала. Я читала несколько вариантов ЛитРПГ, не мой жанр, но я примерно понимаю, что это такое и что там действует. Главный герой здесь читает... Да, это один из моих любимых тропов в книжках, когда герой попадает в книгу. Автор попадает в свою книгу или читатель попадает в книгу, которую он читает. В общем, здесь главный герой читает некую большую-большую новеллу, в которой его очень сильно не устраивает то, что там навертел автор. И в какой-то момент он погибает, и его иссякайнуло в этой новелле в виде главного злодея. У него есть связь с системой, у него есть связь с Демиургом. Это тот чувак, который эту новеллу пишет, и который там немножко себе на уме, на своём вайбе, ему всё ништяк. Вот, и он пытается выжить, потому что персонаж, в тело которого он попадает, это главный злодей. И по-хорошему, через какое-то время он должен погибнуть от руки главного героя. Поэтому Шену нужно умудриться встроить себя в сюжет и переначать его так, чтобы у него не было бэт-энда. При этом у него есть какое-то количество, скажем так, очков статистики, которые ему добавляет система или убирает, в зависимости от того, в характерное он отыгрывает персонажа или нет. И я так поняла, что по сути он был для этого мальчика, главного героя, кем-то вроде Снэйпа для Гарри Поттера. Ну вот, как бы, примерно такие вот ощущения. Насколько я успела выяснить, подобная история, подобная система не что-то супер уникальное для развлекательной азиатской литературы. То есть, по сути, эта книжка в духе «я читала много всего такого и хочу написать что-то подобное, но для себя». И вот это вот ощущение, оно очень классно здесь чувствуется, что эта вещь писалась не для того, чтобы кого-то впечатлить, не для того, чтобы заработать кучу денег, а стартовый тираж у этой книги. 13 тысяч экземпляров — это для нашего рынка просто очень круто. Это писалось просто потому, что человеку было в кайф придумывать эту историю. И несмотря на то, что в какой-то момент мне было скучно, несмотря на то, что это совершенно не то, что я люблю читать, книга мне понравилась именно вот этим вот ощущением, что автора офигительно прёт от того, что он делает. И это буквально моё уважение. Здесь было много ненавязчивых отсылок к массовой культуре, здесь было много шуток, некоторые из которых я не выкупала, потому что они слишком внутри контекста подобной литературы. И, наверное, если бы не все эти мальчики в развивающихся одеждах и прочая китайская живопись в иллюстрациях и на обложке, я бы сказала, что это всё очень напоминает мне фэнтези, которая выходила в издательстве «Армада», когда я ещё училась в школе. То есть ощущение от книги очень похоже на ощущение меня, читающей вот это вот всё. Было несколько вещей, которые мне не зашли, из-за чего я, собственно, скорее всего, не буду продолжать цикл. Во-первых, эта книга — хороший пример того, что такое «скачущий факал» в кавычках. Это очень распространённая претензия среди сетевых критиков к сетевым произведениям. То есть это когда у тебя сцена начинается от лица какого-то персонажа, который в ней участвует. При этом текст написан от третьего лица, но ты видишь мир как бы через глаза одного героя. А потом внезапно без предупреждения ты переносишься в голову другому герою, и, соответственно, мир меняется, восприятие мира меняется, но автор забыл тебе об этом сказать. Вот в «Злодейском пути», к сожалению, это встречается довольно часто, и поэтому мне иногда требовалось усилие. Я просто останавливала чтение, несколько раз моргала, и пыталась понять, в какой момент это переключение произошло. Это очень затрудняет чтение, это, в принципе, наверное, правится на литературной редактуре. И я не знаю, это фишка этой книги или это косяк, который не отследили. Но мне это очень сильно затрудняло чтение. Плюс ко всему, это была книга, из-за которой я в очередной раз поняла, что я очень далека от китайской эстетики и от азиатской мифологии. То есть оно для меня слишком не моё. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, проблема в том, что я выросла на немножко других вещах. Может быть, проблема в том, что я просто не совпадаю в каких-то этико-эстетических векторах с этим всем. Но здесь много монстров и призраков и чудищ и прочего из вот этого вот бестиария, и меня с них совершенно не прёт. При этом внезапно там встречаются фэрии, при этом внезапно там встречается что-то ещё. И мой эксперт по новеллам сказал, что для китайских новелл такой микс и даже некоторая клюквенность, и даже некоторая попытка притянуть персонажей из других мифологий в свои миры — это, в принципе, совершенно нормальное явление. То есть я увидела слово «фэрия» такая «в смысле?». Прихожу к Соне, она говорит «ну, это нормально». Это у них бывает. Резюмируя. Мне очень понравилось ощущение от того, что Элмар Готт написала книжку, которую она хотела написать. Это очень классно, это очень драйвово. Я уверена, что то количество поклонников, которые есть у этой книги, существует абсолютно не зря. Я понимаю, почему она цепляет, я понимаю, что люди в ней находят, просто это немного не мой сорт чтения. Книжка уйдёт в подарок человеку, который точно оценит, а я переключусь на что-нибудь другое и тоже вам об этом расскажу. Продолжая тему этого всего, я расскажу про книгу, у которой пока нет обложки и вообще ничего нет, потому что это одна из книг в шорт-листе конкурса от кислорода, который я читала весь август, потому что я была в составе экспертного жюри. И это книга, которая в итоге заняла первое место. Я, наверное, потом попробую вам рассказать немножко о тех вещах, которые мне понравились из финалистов. Но именно Канашибари попадает сюда. Я напишу где-нибудь в инфобоксе список книг, про которые я вам рассказываю, и Канашибари точно у кислорода выйдет, можно последить за их соцсетями, что там как по новостям. Короче, это ещё один распространённый жанр, про который я не знала, потому что он японский, ну, в принципе, наверное, азиатский. Это хоррор, это хоррор на выживание, и это, в принципе, сочетание вещей, которые красные флажки для меня, как для читателя. Вообще не моя зона комфорта. Снова спасибо Соне за то, что она меня консультировала в процессе чтения. Главная героиня вместе со своей близкой подругой оказывается в неком таком постапокалиптическом городе, где для того, чтобы выжить, они должны играть в некую игру, скажем, это напоминает отыгрывание страшной истории. Ну, как бы, тебе её типа рассказывают, но это немножечко лайфэкшн, напоминающий какой-нибудь стрёмный квест из тех, которые распространились в последнее время. У этого мира есть свои законы, они там не единственные люди, которые в этом всём участвуют, и каждые три дня они должны проходить новую эту историю. Я сначала не поняла, что происходит. Снова азиатский бестиарий, и снова он мне не нравится. Очень гнетущая атмосфера, но у книги была классная идея, и я так поняла, что это, в принципе, одна из идей в этом жанре. Это то, что через столкновение со смертельной опасностью, когда ты должен проходить все эти штуки, рискуя жизнью, или если ты играешь в мини-игру, а мини-игры там тоже есть для того, чтобы добыть себе еду, питьё или лекарства, ты их тоже должен проходить, а ты ставишь что-то, что тебе очень дорого. Свой голос, память, знания, всё что угодно. Идея в том, что, сталкиваясь с этим, ты переоцениваешь систему ценностей, с которой ты в этот стрёмный мир пришёл. И на первых порах книга казалась мне суховатой, я не понимала мотивацию главной героини, я не понимала, что происходит, но постепенно раскрывался её бэкграунд, и я видела, почему она такая, я видела, как она меняется, как она трансформируется, и финал истории я просто читала взахлёб, мне понравилось. Я точно не буду читать что-то ещё из этого жанра. Нет, спасибо, я не хочу. Это не моя зона комфорта и дискомфорта. В том же шорт-листе была другая книга, это были «Мёртвые воспоминания», это был мой однозначный фаворит, она заняла второе место, я дико за неё рада. Вот там тоже трэшачок, но и мрачнина. Но это трэшачок и мрачнина, которые на меня легли намного лучше, чем Канашибари. Тем не менее, я опять же уверена, что у этой книги найдётся куча поклонников, я уверена, что она будет популярна, потому что она правда классно сделана, очень кинематографично, очень динамично, и под конец просто очень красивый финал. Я читала в отзывах, что финал типа слит, но книга заканчивается клиффхенгером, потому что у нас точно есть следующая часть, которая точно будет, и сама кульминация происходит немножечко до последней игры. Ну и там как бы последняя игра, там происходят некоторые события, после которого ты такой, ладно, ладно, интересно, что будет дальше. Я не уверена, что я дойду до второй части, но тем не менее. И мне кажется, что расчёт был именно на такой эффект, и такой эффект, в принципе, получается. Теперь мы с вами поговорим про то, что я попробовала, и от чего я не ожидала, что мне так сильно понравится. Дело в том, что я уже какое-то время пытаюсь найти для себя замену ромфанту, потому что современный ромфанд зарубежный мне в принципе не нравится, современный ромфанд отечественный стал слишком формализированным жанром. Я же говорю, я разучилась говорить человеческие слова. В нём стало куда меньше героинь с нужным мне мироощущением. Частично то, что мне нравится, переехала в Young Adult. Периодически я нахожу там то, зачем я обычно шла в ромфанд. Но это тоже не всегда то, потому что у Young Adult есть тоже какой-то свой набор тропов, и некоторые вещи, которые я очень любила в ромфанте, они туда не переходят. Я открыла для себя исикайную мангу. Это было случайно, потому что я выпросила у мифа злодейку. Я взяла попробовать лириану, и это было настолько то, что я хотела читать, я сама этого не знала, что я подсела. Я не читаю комиксы с экрана, потому что, знаете, когда ты херачишь по 5-6 тысяч слов в день, ты не очень хочешь взаимодействовать с экраном в любом другом виде. Поэтому в мае-июне я читала преимущественно то, что есть у меня в бумаге, или то, что можно загрузить на Kindle, и, соответственно, комиксы и манхва, она была полностью мимо меня. Поэтому я собираю эти две штуки. Мне очень нравится. Мне нравится ожидание следующего тома, и то, что я могу отложить себе бумажную книжечку красивую, а обе манхвы издаются достаточно приятно. Я могу отложить этот бумажный томик на вечер, на какой-нибудь, знаете, как в случае эмоционального выгорания разбить стекло и достать то, что там находится. Вот. В общем, внезапно я нашла для себя отдушину, я нашла для себя то, о чему меня очень сильно вперло. Давайте я вам расскажу про обе штуки, хотя мне кажется, что все и так про них знают. Когда я вообще написала, что я прочитала первый том Лирианы, и мне дико понравилось, у меня был огромный тред ВКонтакте, где мне рассказали, какие ещё манхвы можно почитать, которые похожи, и которые мне тоже, наверное, понравятся. Начнём со злодейки, потому что она просто лежит у меня на стопке верхней. И тут героиня усикайнула в игру, в которую она проходит, и усикайнула её, как вы понимаете, в злодейку. Злодейку зовут Пенелопа, она приёмная дочь богатого лорда, и главная героиня этой игры, настоящая дочь этого лорда, куда-то пропала, и должна прийти и занять своё законное место. Соответственно, Пенелопа должна помереть. И в целом она как бы не такая уж хорошая приёмная дочь, её никто не любит, и героиня попадает в неё, когда она пытается... Героиня, в смысле. Когда она пытается пройти более сложный уровень игры. Для понимания, насколько я успела понять из лора истории, главная героиня, в принципе, неплохо разбирается в играх. И что самое главное, её личная биография и биографии Пенелопы, они имеют очень много схожих моментов, потому что главная героиня тоже внебрачная дочь богатого человека. Она росла вместе с братьями, и братья эти её чмырили, как только могли. В общем, всё оказывается не таким уж простым. Пенелопу действительно не любят, но многие моменты нелюбви к ней возникали из каких-то кусочков недопонимания, из того, что она не могла что-то сказать, из того, что она не могла что-то сделать. И героине приходится это анализировать и преодолевать. Ставки здесь очень высокие, потому что начинает она с минимальными показаниями симпатии у всех героев. То есть если у героя симпатия уходит в ноль, он может тебя убить, и она видит вот эти вот процентики над головами, которые меняются в зависимости от её действий. Поэтому Пенелопе приходится очень много думать, очень много решать, интриговать, делать иногда то, что она делать бы не хотела, и думать, почему персонажи поступают так, а не иначе. Это, кроме всего прочего, для меня интересный сценарный ход, потому что мы как бы смотрим на мир глазами Пенелопы, но она видит его многомерным. Не просто то, что вот этот герой плохой, потому что он плохой, а она пытается анализировать его мотивацию и пытается понять, почему отношение его к героине, к этой, было таким не очень-то хорошим. Я понимаю, что, наверное, «Секайную манху» читают в основном из-за потрясающих мужиков, а здесь их дофига, потому что, ну, по сути, это гаремник. Но мне безумно нравится главная героиня, мне нравится то, что она не плюшевая, мне нравится то, что она не мимимимилашечка, дева в беде, которая может хлопать красивыми ресницами, быть доброй, дарить платочки, ухаживать за животными, за больными и так далее, всячески изображать свою доброту. Нет, ей приходится иногда действовать очень хитро, расчётливо и даже жестоко. А с Лирианой штука похожая. По-моему, эту книжку мне продало несколько скринов из телеграм-канала моей хорошей знакомой, которая как раз много манху читает, потому что меня зацепил главный герой. Это такой типичный, холодно отстранённый, но очень правильный мужик из фэнтези, которых я люблю. Здесь похожая история, только героиня попадает не в игру, а в книгу, и не в злодейку, а в второстепенную героиню, которая типа близкая подруга героини главной и которая едва ли не в самом начале должна умереть, собственно, из-за чего начинается сюжет. Но жить хочется, поэтому Лириана пытается как-то выкрутиться, начинает интриговать и тем самым постепенно, понемногу меняет сюжет. Она расстраивает тот брак, в результате которого должна была умереть. Ну, она знает сюжет очень хорошо, потому что она любит книгу, в которую она попала, снова мой любимый троп. И выходит замуж за герцога, тайну которого она знает, потому что она знает сюжет. И дальше сюжет начинает раскручиваться, потому что, понятное дело, её вмешательство меняет расположение эпизодов, её вмешательство меняет сетку ролей, немножко изменяются мотивации, но какие-то вещи, которые происходили в оригинальной книге, происходят и с ней. Здесь есть злодейка, каноничная рыжая стервозная, похожая, наверное, чем-то на пенелопу. Пока что она не раскрыта до конца, но я жду, что она всё-таки раскроется. Сейчас вышло три книжки, я их прочитала, должна выйти четвёртая, я её очень жду, точно так же, как я жду четвёртую злодейку. И у злодейки, у мифа, выходит ещё новелла, я к ней присматриваюсь, но я пока ещё не поняла, готова ли я читать азиатское романтическое фэнтези не в виде красивых картинок, а посмотрим. Тем более, что вот там есть целый шкаф, точнее, сегмент шкафа, который заполнен русским романтическим фэнтези. Знаете, такой запас на случай очередного приступа хандры на полгода. Вот. Но буду смотреть, потому что, как бы, посмотреть, как история реализована через другие инструменты, мне на самом деле интересно. Вот такая вот ерунда. Такая вот история случилась со мной. Всё это было прочитано в «Куске весны» и «Летом». Я считаю, что попытка выйти из читательской зоны комфорта была успешна, потому что, как минимум, я нашла для себя новый жанр, который мне, правда, понравился, и который встроился в эту зону комфорта. И, как максимум, я познакомилась с двумя вещами, от которых я получила читательское удовольствие, но в то же время поняла, что это немножечко не моё. Я не буду ничего обещать, потому что, чёрт его знает, не удалю ли я это видео через пару-тройку дней после того, как я его сняла, отмонтировала, но не успела выложить, как я сделала с видосом, который я снимала где-то в апреле-майе. У меня там были прекрасные изумрудные волосы, но сейчас вся моя зелень почти стёрлась. Тем не менее, я была очень рада вспомнить, как снимать видосы. Посмотрите на книжные полки, которые преобразились. Я искренне горжусь этим. Спасибо Таисе и Марсель, которые приходили ко мне и помогали мне с ними разобраться. Когда я закончу со всем, я обязательно сниму обзор книжных полок. Пока что посмотреть на то, как они преображались, можно у меня на бусте, и я как раз должна, ну там буквально вот на этой, и, может быть, на следующей неделе закончить и выложить последнюю финальную часть. Это не всё, что я, в принципе, должна сделать с книгами в своём доме, но очень большая, очень большой кусок работы. Интересный, на самом деле, опыт ревизии, потому что я очень много книг отдала или продала. Они утратили для меня свою актуальность, и прочитанные, и недопрочитанные. Я решила, что с ними проще расстаться, чем пытаться тащить их на себе. Наверное, кому-нибудь они принесут больше удовольствия. Я сейчас пытаюсь смотреть на блог, как на реализацию своей потребности, рассказывать о книжках, которые у меня всё-таки есть. Но если я вдруг пропадаю, ищите меня в телеге, там теперь два канала, там есть ещё книжный канал, есть мой канал с котами и шитпостом. Вот. Можно подписаться на один, можно подписаться на оба, но в канале с котами и шитпостом, правда, шитпост, я предупреждала. Про книжки я пишу реже, и там периодически бывают какие-нибудь третики чтения по ходу. Но трет про имя «Ветр» был, конечно, очень шитпостовым, и это был интересный опыт. Я обязательно сниму обзор на первую часть. У меня тут стоит вторая, я не знаю, хочу ли я её читать, потому что у меня такое ощущение, что когда я сниму обзор, меня сожрут с говном. Ну, да, спойлер, у меня очень неоднозначные впечатления. Очень неоднозначные впечатления, и как бы... Когда я дочитала, когда я почти дочитала, я сказала, что от имени «Ветра» у меня ощущение, как будто бы я прочитала суперинтеллектуальное бояр-аниме для мальчиков-гиков, которые немножко снобствуют, и просто читать бояр-аниме они не могут, потому что пацаны из ДНД-сессии их не поймут. Вот. Ну, что же, надеюсь... Очень надеюсь, что до новых встреч. Ничего не обещаю, ничего не говорю. Рада тому, что я, в принципе, вылезла из норы, из леса и отовсюду, и, кажется, всё-таки похожа на человека чуть больше, чем я думала. Где-нибудь обязательно увидимся, и всем пока!